Так. Обучение. Обучение есть? Нету, да? Прости меня за то, что я сейчас сделаю. Прощаю. Начать забег. Говорят, где русский язык есть. А, Бруно. Бруно. Прочный. Восстанавливает два сердечка, когда вы получаете в подземелье предмет, дающий блок. Я никогда не любил этого. Возьмите в подземелье. Скелет. У этого врага нет никаких особых способностей или эффектов. Я боюсь скелетом. Твое оставшееся здоровье и здоровье твоего врага обозначаются сердечком. Окей. Твоя атака обозначается... ...ромбиком. Окей. Ты можешь понять, что собирается делать враг, основываясь на облачке над его головой. Ммм. В этом случае враг собирается совершить атаку. Другие могут использовать блок, наложить яд. Или сердито на тебя посмотреть. Страшно. Зеленую кнопку, чтобы преподать ему рог. Йо-хо-хо. Рисовка. Это Adventure Times, да? Время приключений. То, в чем я не шарю, да? Видишь ли, оба ты и твой враг атаковали. Ты всегда будешь атаковать первым, если только твой враг вежливо не объявит засаду и не использует Блиц. Атаку. Окей. Сражайся, отдалей, подлеца. Йо-с. Так точно, капитан. Счастливо. Среди ты взгляд, опасная игра. Хм-хм-хм. Убитые врагуги дают тебе один золото, но это не единственный способ пополнить твой кошелек. Также можно заработать, сбрасывая ненужные тебе карточки. Нажми на меч. Каё. Обыкновенный предмет, никаких дополнительных свойств. To your health. Если ты заработал немного золота, значит ты можешь купить новенькую карточку. Карточки могут включать предметы, оружие, броню, зелье и способности. Я создал еще пару карточек, чтобы ты на них взглянул. А теперь давай возьмем парочку. Обычно тебе нужно сражаться с монстрами или сбрасывать карточки, чтобы заработать золото. Окей. У меня есть лишняя мелочь, потратить ее с умом. Нажми на карточку, чтобы выбрать ее. Все карточки имеют цену в золоте, которую нужно за них заплатить, прежде чем получишь. Я получил меч. Чат, у нас есть меч. Я, у меня рисовка очень нравится. Еще раз для остальных предметов, пока не соберешь все. О, ваша атака с оружием ближнего боя имеет плюс три силы. Сжигается. Карточка удаляется из вашего снаряжения после использования. Здесь сжигание означает удаление из колоды. Теперь, когда у тебя есть несколько карточек, давай проверим их на враге посерьезней. Ступай в бой со своим врагом. О, нет. О, нет, это крыса. Та самая крыса на выходе из Таркова. Бежим. Она 4 блока собирается сделать. Я так понимаю, что бой идет автоматически, да? Особо грозные враги потребуют использование предметов и способностей. Нажми на свой меч, чтобы его использовать. Оружие увеличивает атаку до трех. Можешь отложить оружие, нажав на него снова. Окей. Враг должен быть слишком напуган, чтобы атаковать, поэтому блокировать его не нужно. Сразимся с ним. Мечом. Окей, она подняла 4 блока. О, нет, она бьет на 5. Настоящая крыса. Использование предмета снижает его прочность. А-а-а. Когда точки заканчиваются, карточка уничтожается. Йо-оу. То есть карты... Ммм. Карты сделаны в виде предметов. Одноразовых. Ну, несколько разовых. Хе-хе-хе. В этом ходу у твоего врага 4 блока Блок длится 1 раунд Как и в спайре Окей, атака бесполезна Атака мечом просто потратит в пустую его прочность Отложи его Похоже, этот мерзавец собирается нанести большой удар на 5 Нажми на кольчугу, чтобы надеть ее и избежать боли Блок уменьшает А сколько она дает? Она дает 2 блока Это должно быть хоро Да, 2 раза играешь, потом продаешь Или она уничтожится после того, кто ее сыграет Можно ли ее продать после того, кто ее сыграл Ты получил немного урона, но ты сейчас можешь закончить этот бой Возьми свой меч Использую резкий удар Оуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Броню надо было снять, да Нет, она не потратилась Она, наверное, тратится, если ты получаешь урон А если тебя не атакуют, то, наверное, не потратится Было бы логично Отлично, просто отлично Я вылечу тебя и заполню игровое поле еще раз Теперь ты сам по себе, зачисти поле, чтобы я не волновался В смысле, чтобы я гордился Окей, сейчас, наконец-то Настоящая игра началась Окей Нужно заработать золото Чтобы купить вещи Могу ли я несколько мечей купить И кольчуг То есть могу ли я сделать запас карт Хороший вопрос Мы точно можем взять еще резкие удары Надо узнать, можно ли купить все мечи Для того, чтобы получить золото Можно сжечь карту Или победить противника Аааа, я могу Я могу сжечь предметы на доске лишнее Окей, нам не нужно два меча и две кольчуги То есть я могу продать Я могу продать кольчугу Вот, к примеру, продать кольчугу И продать один меч Теперь два золота есть На эти два золота Я могу один меч купить Правильно? Или резкий удар купить А я так понимаю, что нам на вот эти ресурсы Нужно вынести всех скелетов Окей, пошли с одним скелетом подберемся Он бьет на два Кольчуга блокирует два Я думаю, что надо использовать кольчугу Нет смысла ее не использовать Кольчуга заблокировал урон У него 4 хп Меч даст 3 урона То есть нет смысла его не использовать Проще просто закончить бой Вручную И убить его Блин Ноль урона Был через золото Прекрасно Оу Из него И резкий удар упал из него Ага Я точно хочу купить резкий удар На будущем На скелетах мы использовать не будем Но Кольчуга очень хорошо на скелетах работает Подожди, мы получаем Получаем два хп Когда Когда покупаем предмет То есть нет смысла покупать Что стоит сделать Я думаю, это подраться Теперь это без оружия Да, он нанесет нам два урона Оу, какой ужас Что же делать И мы его убьем И Я куплю Меч Я куплю Кольчугу И хильнусь Сначала бои, потом хил Да, 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 да Нужно сначала в боях участвовать Получим два урона Получим два урона Три урона На скелете мы получаем три урона Еще два голды И если купить Только при покупке колючуги Мы хилимся Этот меч Этот меч можно продать Да, мы похилимся Двумя мечами бить Двумя мечами бить Йоу, давай попробуем Оу, я могу сделать урон в четыре И использовать кольчугу Мы получим ноль урона за бой Прикольно Прикольно Спасибо, чат Йоу Отлично Ой, я потратил меч два раза Но это было обучение Стиль прикольный Сбоку от тебя По вебке список действий врага Здесь, что ли? Сейчас посмотрим Эй, вперед Теперь настоящий забег Реальный Стандарт Да не стандарт Достигните третьего уровня Чтобы разблокировать Так, у Бруно фишка Восстание 2 хп Когда вы получаете Поднимали предмет Дающий блок Окей Это Бруно Специально Хилиса Хилиса Он сюда поднимает бронюку Игрулю купила на релизе довольно милая Слушай, артстайл Очень классный Оригинальный Мне нравится Грязный город гоблоидов Гоблоиды Трагическая грязная раса Обреченная Вонью на жизнь Изгоями Вечно сторонясь Вечно сторонясь Интересно Пахнут ли они Друг другом Крумит Ф-гоблоиды Они были хорошими Солдатами Этот враг очень быстро Остерегайтесь Блиц атак О нет Гоблоиды атакуют Йоу Бесплатный сундук Он просто дает Плюс 2 золота Круто А это что? Это Блакон здоровья Как бинты Но только на бутылке Там слева один сидит Чат Выплывет Окей, я куплю этот меч Ой, вместо Ааа, это следующий предмет Который упадет Йоу Шлем-ведро Ха-ха-ха Ааа А это хилка И она бесплатная То есть Окей Здесь абсолютно не то Чего я ожидал Это вообще не то Что я думал Потому что смотри Ты После того, как ты забираешь Предмет Либо, наверное, убиваешь врага На доску падает Дополнительное свойство Не дополнительное свойство Дополнительный предмет Либо, наверное, здесь враг может быть Это то, что выпадет следующее Мы найдем резкий удар Следующим Если, например, купим ведро Или победим габлоида Вперед на габлоида Килл габлоида Блиц атака Он будет атаковать раньше тебя О, нет У него такой язык Господи, что у него с языком? О, мой бог О, нет, 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 нет Нет, 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 нет А вот его список действий Правильно тебе сказал Водно Атака на 3, потом 2 атаки по 2 У него 4 хп Мы не можем убить его Мечом за одну атаку Мы в любом случае за 2 атаки Убиваем Нет смысла не тратить Мы, в общем, получим урон Можно хилку использовать, но Я пока его садлю на потом То есть габлоид будет наносить 3 урона И вот вместо него меч упал Зато знаешь что? Резкие удары будут шотать габлоидов А резкие удары должны быть супер выгодны Я люблю все резкие удары Кольчуга Кольчуга это хил А знаешь что? Ведро нас тоже похилит Я мог бы продать что-нибудь Кстати, меч, например, один Потому что мечи вроде против них достаточно бесполезны Да, и он мне дропнет еще одну кольчугу 9 хп Э, просто Просто взять, зайти и Резким Ааа, чтобы использовать резкий удар Нужно, чтобы оружие было То есть мы тратим Заряд Господи, зачем ты используешь Спам мисплей в чат У них же У них идет У них идет Атака С упреждением У них близ Противникерские удары не будут работать Они в любом случае наносят тебе 3 урона Окей Понял На них нет смысла использовать меч Надо просто бить Либо два меча Но они тебя все равно убьют Они 3 урона нанесут Мы никак не можем нанести урон быстрее, чем они нанесут Нам выгодно Покупать кольчуги здесь Кольчуги для нас будет единственный способ против них защититься То есть мы используем кольчугу Блокируем 2 урона Атакуем без меча Без ничего Один урона пройдет Один урона пройдет, но О, твоего блока достаточно, чтобы полностью заблокировать стаку врага Это значит, что ты парируешь Когда ты парируешь стаку врага, он оглушается и пропускает свое следующее действие Уууу, круто Нам нет смысла кольчугу использовать Моего попасть Но добьем Йоу, броня здесь будет решать вам в бою Так, и я так понимаю, что мне просто доску очистить нужно, да? То есть Очистить доску и набрать предметов, может быть на следующий забег Действуем по той же схеме Один урон и ничего страшного Покупай! мы делаем здесь кольчуга и покупка следующей кольчуги отхилит нас на фул если мы сможем лечит продажа шмоток кстати да окей нужно ли было интересно перед завершением карты продавать весь лишний шмот чтобы отхилиться или нет сейчас узнаем сейчас узнаем так победа максимальный размер колоды плюс 2 награда плюс 10 кристаллов бонус за неиспользованной карточки 25 кристаллов далее скользящее болото типа как уровень то есть нас закинула в уровень его прошли сейчас посмотрим перенесутся наши шмотки в следующий бой там будет четыре каких-то чупакабры и трое наряженных на хэллоуин михалыч из первого этажа выберите карточку выберите перк сначала давайте выживатель если ваше хп меньше 50 процентов от вашего максимума после убийства врага бою восстанавливают 2 хп радиоактивный когда враг появляется на поле накладывает 1 яда на него плюс яд я так понимаю это наверно яда спайра до перед атакой наносит урон равный значение я на после чего уменьшается на 1 до яд самый классический яда из всех классических ядов чале боя дает 2 2 золота или алхимик начале каждого подземелья завешивать три случайных зелия в колоду зелия прикольно знаешь что мне нравится билдная значит его яд будет весь вот Agency можем добавить карту фляга восстанавливать хп когда вы сбрасываете карту восстанавливает себе одну прочности и ууууу хелено она стоит 0 хелено 1 если мы будем сбрасывать карты она будет бесконечно прикольно сильный удар увеличивает вашу силу назначение равное урону всех экипированных оккупажных оружий. Перезаряжается после 6 раундов боя, да? Как финишер выглядит. Бесконечная фляга звучит очень круто, а переработка удаляет выбранную карточку с поля и полностью восстанавливает прочность всех предметов снаряжения. Сжигается. Тоже прикольно. Типа ты расходуешь все предметы понемножку, потом используешь переработку и вжум и пошел. Мне кажется, нам нужна сильная атака. Обычно, опять же, если если собрать аналогию со спайром и другими карточными играми, тебе сначала нужно набрать урона, а потом все остальное. Поэтому знаешь, что я возьму сильную атаку. Посетите мой магазин, вы можете потратить самоцветы, которые вы заработали после каждого подземелья, чтобы добавить новые карточки в вашу колоду. Yes, sir. Все что-то зелья здоровья. Драконье золото. Конвертирует предмет в пять золота. Тоже зелька, да? Чтобы она активировалась, нужно 3 золота потратить Лук Наносит 4 пронзающего урона в врагу в верхнем ряду Пронзающие атаки Игнорируют блок или броню В верхнем ряду Это можно использовать На карте Казнь Уничтожает обычного врага с неполным хп Ну или опять же переработка Ну выгодная штука Но она предметы конвертирует На карте Интересно или Это стоит 25 эти 15 Ну лук мне нравится идея лука Знаешь что, потестим лук, хотя бы чтобы знать Как он Работает И это что такое Это колода Можно ли удалять карты Да, удалять можно за 5 Хочу ли я удалять Обычные удары, так сказать Из колоды Мне кажется, нам нужно еще одно оружие Здесь нет оружия Есть казнь Казнь ядом с ядом сочетается Ты абсолютно прав Сто процентов Казнь С ядом отлично сочетается И Не буду ничего удалять пока Вперед Вашей колоде слишком много карточек Слишком много Окей, босс Ну удалим Один удар Да Нужно 12 Казать Прикольно Это еще только воин За разные кладки Сильно отличаются Слушай, какая игра Как я ее так пропустил Можешь нанести урон И вернуться на карты Без негативных эффектов Хм Посмотрим Скользящее болото Дом ужасного Снека Рядом с Бумпасом И вопящими холмами Не очень желанное поместье Ой, нет Снека Это Смека Да? Чат, он нас преследует Глобер Странно, этот враг Имеет иммунитет к оружию Глобер Глобер Это как Гробер Который маленький Глобел Обманщик Вы никогда не увидите его Этот враг начинается Со скрытностью Мешая вам нацелиться на него Пока вы не атакуете его В сражении Йоу На них на всех один яда Ммм Значит, чтобы убивать глобелов Нам нужно Нам нужна казнь Казнь их будет хорошо убивать, да? Лук Сколько у них хп? У него же вот это его хп? Нет Да, это его хп должно быть У него 6 Почему-то зеленого хп А у глобера Тоже 6 Но иммунитет к оружию Это не значит, что у него иммунитет к обычным атакам Мы его можем обычными атаками убить Верно? Верно Первое, что мы хотим купить Наверное, казнь У нас только одна казнь в колоде Яд их лечит? О, господи Не может быть Я не верю в это Окей, летс гоу Сделаем так Сначала пойдем в бой Попробуем с вот этим обманщиком подраться Окей Он получил урон от яда сразу Потом он ударил Потом мы почему-то его Контер-атаковали Подожди, он на меня яд накинул? Что-что произошло? Что будет здесь и сбежать? Он наносит урон В обратку Сбежать было Плохой идеей Новый план Я продам вот это Потом Я На будущее На будущее Сбегать Не надо Крем Ну и не знал, что он протакует Может быть Я думал Может мы сможем просто сбежать Потом пойдем снова в бой Мы его убьем Крем Просто убьем Он упадал в плит У меня 2 хп Фьюстон У нас проблемы Окей Новый план Я покупаю Покупаю броню Покупка брони дает хил Яд наносит тебе урон Когда ты атакуешь Да-да-да-да-да Восстановление здоровья Сбрасывание карточки Вылечит тебя от яда Ооо Отлично 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 Окей Чтобы убивать Глоберов Нам нужны будут Нам нужны будут Эти Вот эта штука Она глоберов Очень хорошо убивает Соответственно Этого глобера Как убьем Я хочу Купить броню А не сбросить ее Потому что она стоит Один всего Но Даст много защиты Я не знаю Как этот лук работает 4 пронзающего урона Нужен ли он? Наверное нет Наверное не очень Я продам Вот это умение Что на глоберов Не действует Оружие Окей Мы можем теперь Открыть сундук Сундук Даст две монеты И на Три монеты Мы можем купить Ведро Больше защиты Богу защиты И можем вот эту Да но Чтобы использовать Сильный удар Нам нужно Экипированное Рукопашное оружие Которого у нас нету Там будет Хилка впереди Я вижу сверху Хилку Желтым Сколько карт В колоде Написано Осталось Где? Здесь? Я видел Это раньше Четыре карты Вот Вот Показывает Сколько карт В колоде Купи меч И убей его Одним ударом С мечом Мы наносим Три урона Я хочу Потеснить Лук Окей Нет доступных Целей Для этой карточки В верхнем ряду Вот это верхний ряд Почему? Не могу Его атаковать В мыслях Показано Сколько карт Сколько противников Один противник И три карты Окей Можно сразу Хилку забрать Она бесплатная Заменить карточку В снаряжении Когда получаешь другую Окей У нас четыре Максимум Карточки Да? Просто Много врагов Много врагов Много врагов Но у нас еще два Меща осталось В запасе Вперед с этими Чуваками Еще драться Лук на него Все еще Нельзя использовать Против них Меч был бы эффективен О, я могу Лук Использовать на Глобера Отлично Йоу Мы можем его убить Тупо Просто Из лука Йес Так Где мне взять Еще золото Один золото Так Ты Я хочу купить Вот эту Штуку И я Что я хочу Сделать Я хочу Зайти в бой Глобером Ты Триумф Вот это Он Он бьет на два Я использую Кольчугу Окей Он Получит урон Доглушил Своего врага В этом раунде Он не будет Атаковать Я Собирался на него Казнь использовать Но теперь Это не имеет Смысла Потому что Мы вроде Его добьем И так Да Окей Кольчуга Их Контрит В ноль Я был неправ Кольчуга Их Контрит Очень хорошо Глобера То есть Чтобы убить Глобера Нам просто Нужно зайти Включить Кольчугу Он не сможет Пробить Он будет Оглушен Мы его забиваем За два Хода Ау Окей Все нормально Я думал Глоберы будут Муниципе К атакам Имеется Все намного Проще Просто Купи еще Одну Кольчугу И Ноль проблем Ноль Сам Семья Перехитрил Окей Так А эти Невидимки Ам Хм Он где-то Тоже на два Но я тоже могу Кольчугу Использовать И вот Тоже оглушит Ты это Я его не оглушила Но мы можем На него Использовать купить пушку блок блок понимаю предметы не переносится на следующий бой поэтому нет смысла экономить максимальный размер колоду увеличен перки это как релики начали каждого подземелья завет замешивает три копии игра мышцами в колоду яу билд на силу чат билд на силу мгновенная увеличивает базовую силу на 1 до конца подземелья за предметы которые не не юзаждают голду мастер боевых искусств ваша базовая сила увеличится на 1 уменьшается на 1 пока у вас скипировано оружие а вот это билд на бой без оружия наши обычные мечи сами по себе дают наши мечи и сами по себе дают только плюс один к силе инженер пусть только сбросить два предмета восстанавливает один прочный случайным предметов снаряжение это звучит очень сложно толстяк восстанавливает две дополнительных хп когда вы сбрасываете карточку максимальное здоровье снижено на 4 уууууу не 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 чутка будет слабенький толстяк с максимальным здоровьем сниженным я думаю что мы делаем игру мышцами да и можно билд на без оружия сделать и удалить базовые удары мастер звучит классно мастер не играть с тремя карты колоде данным мы встать можем продавать за золото и тот же арбалет мы можем использовать мастером так посмотрим точилка увеличивает урон всех рукопашных оружий на поле на 2 сжигаются но опять же мы не хотим оружие использовать арбалет наносит 2 пронзающего урона выбранному врагу верхнем или среднем ряду и парное оружие получите оружие со стоимостью 2 или меньше добавьте дополнительную копию снаряжения я беру арбалет арбалет и теперь смотрим теперь мы можем еще одну карту я ухи интересные штуки ярость увеличивает ваш урон на 3 перезаряжается после получения дважды урона стоят 4 золота железная труба урон 3 зелька уменьшает цену выбранной способности на 1 сундук золотой сундук дает 3 золота о какой смысл не брать сундук до кактус один раз за бой увеличивает ваш урон на x увеличивает x на 2 каждый раунд она пока лежит в на столе до у парня стоит на один больше за каждый предмет снаряжения но это не пойдет тогда просто купи сундук да и вот эту ярость может быть надо то есть мы хотим мы хотим удалить удалить на на вот эти вот резкие удары что оружие оружие можно продавать но резкий удар нужно еще меньше чем оружие а хотя не сжигаются может взять меч быстренько ударить с резким ударом и потом забыть про него сильный удар туда не подходит сильный удар точно надо удалять мы можем 13 карт пойти или нет ничего не удаляй нет вот тут а так они очень нужно где где мне вообще пристал нас 35 кристалл можно как-то скупит как тут звучит как отличная погнали какой артстайл классная такая карта нарисована арена сэра брамбла залетайте на арену брамбла лучшие варусские бои в городе почти законно брамбл нарядим брамбла сбрасывание карточек не восстанавливает хп однако враги дают дополнительное золото когда умирают брамбл король варваров и знаток королевских битв авантюристы приезжают со всего мира в поисках славы и признания на его арене это вот эта крыса что ли брамбл нет это вардведь берегитесь после блокировки на первом ходу этот парень идет больно окей вот надо ваншотить понимаешь что вот этого вардведя надо пытаться ваншотить это казни можно сделать легко что мы кстати сейчас так и сделаем мы зайдем яд сразу казнь на него крестьянин а сундук да точно сундук эмм да вряд ли мы найдем на кого еще казнь приведить при 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 иметь а вот у processes капля его третья у подица я ну Смотрите, сейчас будет минус один Казнь, он не атакует на первый ход Он только блочит И Ау Он шот ван килл Так, и мы хотим, если мы будем использовать оружие Мы ее сразу хотим со скиллом использовать Это габлоид с блицом С ним нет смысла заморачиваться Мы шотнуть можем крестьянина Габлоидов не шотнуть все равно Поэтому мы хотим купить меч Хотим купить обилку Пойти и просто шотнуть крестьянина У этого врага атака Наносящая пронзающий урон Любой ваш блок будет проигнорен Хо-хо-хо Смотри на него Он такой злой, простите-то она Наверное Она такая злая, ой, прости, крестьянин Хе-хе-хе-хе-хе Яс Йоу еще один вардведь Как мы хотим это сделать Брон? А бронь нет смысла брать пока монет Не Не покоцались Когда мы получим уродную возьмем брон Йоу там еще столько вардведей Там все вардведи Как шотнуть в артвейдер? Использовать вот эту атаку Будет 7 урона 3 плюс 3, 6 7 урона с ядом И на следующий ход Яд наносит урон после атаки Или перед атакой Пойма билдер? О, аренамастер Брамбла Иди на мою арену чемпион Докажи, что ты застойен победы вместо обеда О нет, Брамбл На арене Брамбла сбрасывай Я понимаю Враги дают плюс 1 Злой Брамбл Он просто большой босс У него просто много хп Вот его надо было Ибо надо было 2 тар Так что мы можем купить лук Мы не можем купить лук Можем продать меч Купить лук Я думаю, что надо Весь этот урон, наверное, в босса Или с боссом потом разберемся А, ну мы выстрелить шок Сюда можем, да? Мы вообще можем Просто из лука убить и все Вот, нам нужно Нам нужно вот эту штуку Нам нужно кактус Кактус и кактусом босса А крестьянина мы пойдем Шотим вот этим комбо Окей, и кактус должен Апгрейдиться сам автоматически Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Кактус будет апгрейдиться сам? Вот эти чуваки Контрят со броней Броней Да Мы покупаем ее Идем на них С юрмим броню Не меч Меч не умеет Один Потом второй тоже самое Чем other Нам, наверное, все равно Всех убить надо В это время, я так понимаю Я не знаю кактус апгрейдится. Сундук, яу, все золото. Нет, написано плюс ноль. Подожди, или мне надо купить кактус, чтобы он начал апгрейдится. Я не понимаю. Написано плюс ноль. То ли лыжень, то ли я. Кактус апается в бою, но он не апнулся. Но им все равно он плюс ноль. А во время боя апается. Я думал кактус на карте качается, окей? Куда б не было, значит, в чат. Купили всю броню. Блин, на арбалет надо было купить. Нет. Черт. Знаешь что? Она бьет кирсингом, она бьет сквозь эту... Черт, она бьет сквозь защиту. Брать нее нужен арбалет. Знаешь что? Я правтыкал, но я сделаю вот так. Мы ее убьем из арбалета. Теперь мы берем килку. И мы идем в бой. Вот так. Эйд с этим снаряжением. И он бьет на 3. Я не вижу смысла сразу не использовать блоки. Как и меч. С мечом у нас атака меньше, чем без меча. Хе-хе-хе-хе. О, кактус апнулся. Окей, все, я понимаю. Кактус апается каждый ход. Тебе. Тебе. Хил. Дальше. Чем дольше будет длиться бой, тем для нас выгоднее. Кактус на плюс 6 уже. Да, меч не нужен. Меч нужен только в комплекте с другими обилками. Кактус плюс восемь. Одиннадцать урона за удар. Еще один ход и мы его убьем. Тебе. Финишка Убили гекса духа Изи Килкайф Потерял кристаллы Я думаю дают только за неиспользованные На карте Да ну я хочу кристаллы Возьмите мудрость Ваша базовая атака увеличена на 1 Пока в снаряжении находятся 4 карточки Подожди, что у нас 4 карточки Когда у нас полностью Шмотан все забито Еще плюс 1 Прикольно Да, это увеличит сторон рукопашное Еще больше Билд на пьяного мастера Ваше оружие Рукопашное оружие имеет плюс 1 Да, но мы Мы взяли перк, который работает нам чисто на Чисто на рукопашный бой без оружия Я думаю мы химбарахольщика И карты Удар молотом Нанесенность урона равный Вашему текущему здоровью Умноженному на 10 Если у вас полное ХП Оглушает врага Необычная техника Приготовления Блинов Подожди Дар молотом Он считается оружием Или нет? Нам луки Катят Зелье Трансмагрификации Преобразует Выбранный предмет Случайно уменьшается На новый предмет На 2 О, вот это можно Использовать на мечи Это я думаю Там имеется ввиду Рукопашное оружие Там руки Наверное Вряд ли Проапгрейдили бы Тут не написано Что для этого Нужно оружие Вот это работает По-моему С С любыми скилами Но оно одноразовое Ммм Зелье Весело звучит Дар молотом А не молот Ну да Дай мне Дар молотом Звучит звучит Отличный Магазин Велкам Пушки 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 Можно даже Не смотреть Лом Снимает всю Броню и блок С врага Добавляет Латный доспех С одной прочностью Снаряжения Оууу Прикольно Йоу Это поможет Заполнять Снаряжение Хм Еще один Дар молотом Зарядка Наносит Базовый урон Врагу В нижнем ряду И дает Один Золото Против лома Нет приема Мне нравится Против лома Кираж Наши 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 15 Кристаллов Не так Много Кристаллов Можно удалить Базовые Мечи Но у нас Есть два Базовых Резких Удара Которые С ними Работают Острые Верхушки Гарпии Гнездятся На дальних Вершинах Но они Не слишком Беспокоят Гондолу До тех пор Пока я не Вспомню Что нужно Провести на ней Жертвоприношение Гондольен Вивиан Что делать Гарпии Когда враг Наносит урон Когда враг Достегает Низнего ряда Наносит 2 урона Вам О Нонононононо Окей Нижний ряд Не трогаем Нам нельзя Спускать Гарпии Вниз Древний скелет Хорошо бронированный Стильный чувак Начинает бой С 2 брони Его можно Ломом Ломать Мы Не хотим Убивать Чуваков Внизу Потому что Если мы их Убьем Гарпии Упадут Внизу Нанесут Урон Мы этого Не хотим О Это разные Это разные Гарпии Это панк Гарпия Панк Смотрите Какая она Злая А это Бегущая По ветру Лысая Вы не можете Экопировать оружие Пока этот враг Не начнет Атаковать Вау Вау Окей Нам нужно Золото Я думаю Мы можем Убить скелета Просто С двух Ударов Он бьет На два Что Продажа Меча Которую Я планировал Во-первых Плюс Голд Снова Еще Панки Больше Панков Богу Панков Я хочу Продать Этот Меч Окей И Пошли Бить Панков Панков Утар Может быть Может Мне одного Из панков Надо шотнуть Просто В смысле Не шотать Да Что Мы можем Шотнуть Молотом Сильнее Врагов Не будет Надо купить Вот это Голд Уф Сколько Врагов Вау 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 Окей Но У этих Гарпи Больше У бегущих По ветру Больше ХП То есть На них Удар Молотом Выгоднее Использовать И у них Блиц У панков Нет Блица Панки Просто Бьют ХХХХХХХХ Хочу купить Кольчугу Да Нет Смысл Не Покупать А Она Хилит Стой Тогда Нужно с Чао Бить Одну Из Больших Гарпи Так Вот Баум Ланшот Ланшот Или Один Молот он был правильно покупкой очень сильная белка а вот теперь нам нужно убить банков по большому счету и кольчугу покупать после боя как-то вот так вот с уже стал намного сложнее враги филились гады у господи она бьет на 6 что за жесть что это было нам нужно больше кольчуг о нет здесь все враги что делать чат слишком много это как слезы спайр ты заходишь только о первые там какие-то слизни потом все фигня 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 там два удара блок два удара блок потом заходишь к гексадуху 6 умножить на 36 можем бить скелета скелета убиваются насильно легко с кольчугой они убиваются без урона допустим убиваем трех скелетов там с этого скелета взламываем ломиком получаемся броню у нас еще там много карт осталось но мне надо что насчет вот нее все мы используем одну броню мы используем две броней мы заблокируем 4 урона мы и оглушим искали все добьем 4 урона быстрее урона будет 7 урона на чем 10 урона не убьем и быстро на скелетах я не хочу тратить не хочу тратить броню на скелета что на этих урона будет броня намного больше нужно панки пробивают броню на них броня бесполезно видимо важно делать огромную колоду может быть может быть не знаю кажется скелет до золото давайте убьем вот эту сильную гарпию с кольчугами вряд ли мы что лучше подожди почему у меня нет броня сработала она глушина просто бьем а теперь наносит на 11 урона но мы не добиваем не будут пользоваться кольчугу на 11 урона о нет о нет не до оценил один гарпий нам нужен шмот о господи там еще один панк сколько сколько панков слишком много панков он нужен ломик и последний мой шанс и пойти скелету ломать броненьком броню платный доспех дает 4 брони отлично про только один заряд брони все равно а мы убили скелета резкий удар ну его надо просто сжигать да он бесполезен кстати ломик тоже дальше будет бесполезен единственное что если мы если мы все-таки убьем достаточно скелетов может быть вытащим остальной шмот вытащим мечи с которыми можно резкий удар использовать может пойти на скелетом охотиться не два урона наносит два урона за бой колоде два врага и 10к ом нам надо убивать скелета по два урона за скелета каждый урон дождь нам шмот арбалеты арбалеты сейчас пойдут и луки и мы купим шлем ведро нужны деньги о там у там бронированный скелет бронированный скелет одном блюд броня продолжаем продолжаем в том же духе следующий скелет пошел фармим скелета я блокирует 1 ведро можно очень хорошо использовать подожди панки нет банки не банки не наносит один урона банки бьют на 3 ведро можно просто использовать экономить в 1 хп лучше конечно важный момент чтобы заблокировать единорона и урона и оглушить врага пока использую ведро так лучше никак да если мы на меси мы 4 жмотки возьмем у нас будет плюс к урону этот противник имеет броню нужно сломать перед тем как нанести урон здоровью либо пронзающий атак я понял для этого у меня есть ломик вот он доспех и мы можем не атаковать его даже можем сломать броню йоу новая технология смотри мы сломали ему доспех просто ломиком сковернули с него броню при этом мы можем его не атаковать дальше точнее все этого скелета убиваем со шлемом ведром бум бум есть а мы затащим так смотрите это как головоломка точнее все теперь у нас есть меч плюс резкий удар меч плюс резкий удар это плюс 3 должны наносить меч бьет на 2 5 6 6 урона мы наносим но если мы перед этим стреляем из арбалета нам нужно еще меньше резкий удар нужно их купить меньше резкий удар нужно потратить броник просто потратим броник здесь дай мы убьем у нас есть хп для этого и потратить на него шлем ведро да купить меч резкий удар пойти на карту и арбалетом быстро лить не один раз перед этим меч резкий удар с сотни тая смотри по меч резкий удар хилка и хилка у нас есть окей и казнь 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 с ядом идеально работает у них нет блица у них нет блица то есть мой план такой берем арбалет бум теперь сюда меч резкий удар следующая меч резкий удар подожди выстрел из арбалета сначала заходим меч резкий удар следующий 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 денег нету момент казнь просто берем казнь заходим к ней у нее не блиц я не блиц стоп арбалет выстрел заходим казнь еще минус одна осталось двое ломик бесполезен у нас 5 хп она бьет на 3 можно каксус против меня или лук использовать на лук нет денег лук стоит 2 можно просто убить скелета и просто убить скелета с мечом меньше урон 2 скелета получаем 2 урона и осталась одна гарпия осталась одна гарпия можно сделать просто купить лук не могу в нее выстрелить господи не могу в нее выстрелить она лук стрелять только в последнем ряду новый план новый план новый план новый план и пойти на гарпы и сильнейший свои, но и у нее не плюс как у нас 0 и у нее болит как мы это сделали щас победа выстрелили басс детка Какой огонь Драчун Ваша атака вылечена на один, пока вы атакуете оглушенного врага Жнец Базовая атака вылечена на один, пока вы атакуете врага с неполным здоровьем О, это для яда, да? Рукопашное оружие, это вряд ли влияет на нашу базовую атаку Инженер Оглушать врагов мы можем блоками Надо ежнец и драчун Слушайте, это же монстр трейн Йоу, чат Это но Поинственность плюс один урон Написано рукопашное оружие, но мы не используем оружие Рукопашное это весь урон Кроме луков и арбалетов Я поверю Я поверю Я поверю Львиный щит Значение блока этого предмета уменьшается до нуля, если в действии врага есть урон с 3 или меньше Специальный щит, который блокирует только сильные атаки Да? Латный шлем Пока этот предмет экипирован, нельзя экипировать другое оружие Но блокирует очень много Да, но мы атакуем базовым уроном Железная трубка Обыкновенный предмет, никаких дополнительных свойств Я думаю, нам нужен вот этот шлем, потому что мы оружие не экипируем В основном И... Хвост Рука окна В конце каждого раунда боя увеличивает свою силу на один до конца боя Это, наверное, оружием считается, да? Насмешка Замешивает все невражеские карточки с поля в колоду Уменьшает их цену на один Переразжирается после убийства трех врагов Чего? Все невражеские карточки с поля боя в колоду Уменьшает их цену на один Ммм... Сранно Клеймор Пока это оружие экипировано, нельзя экипировать другие оружия Ого, 7 урона Может, зря я пошел на рукопашный билд Хвост для ящерицы, но это на самом деле не он Но этот только в бою увеличивает свою силу Ну, не знаю, опять же, пушки нам не очень нужны Эта штука восстанавливает прочность всех предметов снаряжения Знаешь что? Возьму эту штуку в колену Мне кажется, что она может быть очень хороша Какая коллекция! Эмм... У нас луки... И арбалеты Они... Их хорошо перезаряжать Можно врагов безнаказанно убивать Городские трущобы шакалов Шакалы? Чтобы посетить трущобы шакалов Нужно быть очень... Потерянным Или очень уверенным, что сможете выжить с ножом в спине Я надеюсь, что вы готовы Хе-хе-хе Хе-хе-хе Шакал Враг начинает со скрытностью, мешая вам нацелиться Волк-сопляк Хе-хе-хе Враг очень быстрый Делал так Сопляков в рывок У шака шакалы невидимые В кругом враге Хм... Окей У нас не увеличился урон базового атаки Кто мне сказал, что Апгрейд на Базовое оружие работает Рукопаж на это весь урон Так я вижу Рукопаж на это весь урон Кроме луков и арбалетов Окей Пан на неделю Спасибо Это даже не джи бейт Хе-хе-хе Это вредность просто А мы его шотаем, кстати Хм... Кстати, есть враги О, что это такое? Дешевый трюк Урон не дает Он наносит 2 урона А без оружия Нельзя к первому Пирать оружие на один раунд Хм... Мы не можем ему нанести урон В первом фоне Невидимки Невидимок Очень хорошо убивать казнью Значит Не знаю, может тут более сильные враги есть У нас есть удар молотом еще Вообще, короче, первый бой придется так провести Мы получим 2 урона, но мы его шотаем Я думаю, что Раз у нас такой хороший урон Я не буду заморачиваться Мы будем получать на ней 2 урона Мы потом отхилимся, когда будем броню подбирать Как выгоднее убивать чуваков снизу или сверху? Наверное, снизу Выгоднее Чтобы мы лучше могли Чтобы мы потом покупкой предметов могли контролировать Что мы Опускать, поднимать врагов Золотом Это Да Я не виноват в том, что руки не являются Что бить руками не является рукопашной в игре О, кстати, лук против них шикарно действует Окей А, но мы не сможем из лука упасть, потому что он упадет вниз Если мы лук из-под него достанем, он вниз упадет Ммм Ммм У páра Валютный день Баронукарцук с поля боя восстановит прочность всех предметов снаряжения Окей Знаешь что, сейчас он приедет наверх Во Ваншот ванкил Сразу У них брони нет ломек бесполезен Ломек можно продавать в этом бою У него толку никакого можем перезарядить лук у нас нет врагов в верхнем ряду куча есть мещей относительно бесполезно арбалет может в среднем ряду бить что продать шлем он вон он идет вот в него у нас лока услуга будем стрелять что мы здесь оружие короче вообще не будем использовать него из лука стрелять него нельзя стрелять что он невидимый а окей а что тогда купить молотой подойти вот этому парню он невидимый короче какие-то очень-очень гадские противники ну в общем два урона нам гарантированы в любом случае в общем мы считаем так на каждом противнике здесь будем получать два урона кроме тех кого мы убьем луком ушла с ней для них нет контры о там какой-то есть большой в бачках он просто типа толстый сильно бьет на 6 у меня для него есть такие новости обыскал очень плохие сделаем классическое комбо классическое комбо выстрел из лука покупка казни и подожди ну но можно также ударом молотов быть давай на него казни следующего габанда мы приступим молотом особ не приступным но 10кп сначала нужно забрать силку и длиннее кинуться а теперь зайти к нему и дать ему молотом я и вот он латный шлем вот они же бьют непробиваемущим уроном нет непробивающим уроном они бьют обычным уроном кстати вот что нам поможет броник идеально начинаем косить вот эту линию а а нет лучше нам лучше здесь опустить заходим и кольчугу он не пробьешь более того он будет оглушен кольчуга контрит все для нашего билда сто процентов лучше брать кольчуки броня всех видов нам решит все потому что у нас уже есть урон у нас есть базовый сильный урон укропашный кота который я не проапгрейдил потому что кто-то там мне неправильно подсказал чате но 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 плохой плохой дядя этот город да и нам выгодно играть через броню явно потому что мы хотим чтобы на все мы можем еще одну броню купить настоящий но и теперь мы просто покупаем еще одну броню на сул хп все отлично вот этот сильный шлем мы будем на этом чуваке использовать просто выносим мне нужны эти мечи уже можно лук использовать почему не не купить арбалет дальше нас много бронюков а вот эти большие дяди чем мы будем наносить у нас вроде еще кактус остался как тут полезен он бьет на 6 ладный шлем блокирует аривидерти и он оглушен каждый он выжил он он не выживает потому что ладный шлем его оглушает у нас получается два два хода на шару мы самых больших блоков легко были с ладным шлемом без получения урона с суши знаешь что в этот билда еще я бы идеально зайдет ясно вообще смотрелся и дальше здесь уже все легко как тут достаточно бесполезен но как тут стать типа антибоссовая пушка у нас будет арбалет бесполезен арбалет бесполезен но мы вынесем здесь все все что осталось нет смысла другие шмотки покупать и нет смысла тратить до последних боев нам хватит ну что мы получаем 2 урона за бой и все у нас 6 хп шмотки можно не покупать потому что говорят что вроде чем меньше шмоток мы используем больше кристаллов потом получаем небось есть герой который через яд хорошо играет ну там дофига героя сто процентов скорее всего там макс какой нибудь есть может быть может быть рога с ассин личный бой колючий пока у вас не менее четырех блока дает шип и два шут всякий раз когда вы сбрасываете карточку создает случайную стоимость всем видам карточек от нуля до пяти о местный глаз зумека пивовар когда вы получаете зелье добавляете вторую копию снаряжения убийца гигантов базовая атака увеличена 2 пока вы атакуете босса вот это вот базовая атака наверное работает у меня ну колючий работает только с большой броней с маленькой броней не работает я беру базовую атаку против босса и карточка хвастовство мгновенное сразу применяет свой эффект сжигается когда вы получаете не требует места снаряжения увеличивает максимальный хп на 4 когда эта карточка достигает нижнего ряда бонусная хп увеличивается на 2 до конца подземелья и замешивается обратно в колоду что плюс 4 максимального хп на сейчас босс будет полюбая слушай и мне очень понравился глаз зумека здесь вариация но мы его не взяли но очень классно сделан то есть не скопирован просто из спайра типа когда сбрасываешь карту тогда он тебе рандомизирует карты билд безмолвный сброс с постоянным реролом стоимости всей колоды мне нравится хвастовство но удар молотом это ваншоты с нашим билдом давай давай брать максимальный хп оно все таки круто и нам надо купить одну карточку но перчатка таноса восстанови один прочности этого предмета при получении оружия не 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 я хочу еще один шлем нам нужно больше шлемов думаю нам нужно все шлемы и все вот эти мощные удары и удалить один карта можно смело удалять я думаю один меч он мне нужен поехали паре глаз должен быть реликом доступным только без молвы ну почему бы и нет было бы весело элмер элмер получает двойной урон когда глушен когда вы убиваете другого трианта элмер получает пять урона яу энты идут на войну царуман сжег наши леса а когда чуваки с блицем на мы мы хотим шмот мы хотим весь шмот золото я хочу набрать четыре четыре шмотки но хотя мы их так что то что там с ядом от этих чуваков мы шотом на каждом получаем три урона можно блок на них использовать у них кольчуга будет эффективна ты наносишь два урона тоже на нем кольчуга еще эффективнее я покупаю первую я покупаю кольчугу тренд ой гой злой кинут зубы он тоже бьет на 2 а я передумал против него супер мы возглав а нет не пора фигня это у него броня что ли они с броня играют ну че это было тет тренды на босса нужны у него блок был да надо не надо не бить трента понял 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 просто казним босса его наверно нельзя казнить но я попробую эммм хорошо новый план просто встанем и убиваем всех ладно просто возьми и убей его это намного проще велосипеды и возьмем и и это парни и убьем босс получает 5 урона за убийство трендов окей я понял трендов надо было копить и потом убивать их на боссе ой а я ухвостовство подожди когда карточка достигает нижнего ряда бонусной кролочек на 2 смешатся в колоду или ее можно купить и просто получить 4 максимального хп. Мы, наверное, не будем заморачиваться. Нам нужно удар молотом будет для босса, потому что Тренд получает двойной урон под оглушением. Если у нас будет фулл хп, мы его будем оглушать. У нас есть кактус, да, на босса. Ок, мы можем перезарядить все предметы переработкой. Нам стоит потратить максимально предметов, чтобы потом перезарядить их переработкой. То есть я хочу купить ломик. И вон Тренд идет. О, это босс уже идет, ок. Мы хотим взять так. А он ядом бьет, на него не работает броня. Ок, я понял. Броня нужно найти сюда. Древний лорд Элмер. Древний, давайте начнем расти и производить хорошие плоды из плодородной почвы и крови врагов. Мммм, энты будут говорить. Можно ли его, интересно, шотнуть? Можно ли его шотнуть казнью? Не знаю. Вряд ли. Мы хотим кактус получить. Вот на этом чуваке... А, нет, они бьют ядом. Вот этих чуваков мы можем без урона убивать латным шлемом, да? Да. И мы хотим его использовать, максимально латных шлемов, потому что мы все равно переработку используем. Ок? Чтоб мы все перезарядим. И нет смысла его не использовать. Ну, очень много хп, я вижу, да. Но у нас есть две вот эти штуки. Два молота. Они по 10 урона у нас. Ммм. Так, что бы еще перезарядить? Ломик бы. Все, хочу сжигать. Все, хочу сжечь переработкой, а? Кактус, что ли? Классовство будет 6 хп. Да, но когда оно дойдет до низу, мы его не сможем разыграть. Его надо разыгрывать сейчас. За три золота. Я думаю, что казнь вряд ли на него будет работать, да? Я не думаю, что князь на него работает. Казнь на него работает. Ломик сжечь. Я не могу, уже есть женщина. Купил. Броня была у этих, у энтов. Просто я что-то тупанул. Думаю, мы... Ну, мы хотим сжечь. Нет доступна с целей, в смысле? В смысле, нет доступна с целей. Не могу сжечь ничего из этого. Оно только шмот сжигает. Жесть, окей. Продам кайсинг. По-моему, она тут не очень. По-идеи, на вот этого энта должен заработать лом. Да. Я не могу броню взять. Нет! Нет! Ладно, без паники. Нам все равно перезарядку надо использовать. То есть Единственное, что я могу здесь сжечь, это бедро Если я хочу перезарядить ломик Да Ломик перезаряжен, хилка перезаряжена, отлично Теперь надо убить энтов Убиваем энтов, этот чувак получает урон Энтов мы убиваем Легко обычными доспехами убиваем, но Мы еще можем лом использовать на этих энтов И с них броник И теперь вот этот доспех Сколько он блокирует? Блокирует 4, использовать на энтов Что остальное мелочи, я не знаю, есть ли смысл убивать Также этот доспех блокирует полностью этого чувака Но энтов выгоднее убивать Блокирует Что энты наносят в сторону босса А вот латный шлем я на него хочу оставить А вот латный шлем я на него хочу оставить Потому что уже мы перезарядить его не сможем Уже мы перезарядить его не сможем Не, я не буду драть латный шлем Я получу 2 урона, ок? И для молотов мы должны быть с фулл хп О, еще один энт Отлично Я продаю вот эту штуку Чем больше энтов, тем лучше Теперь этого энтов взломать ломиком Заблокировать его И убить У нас фулл хр Харри Теперь мы покупаем максимальное хп Плюс 6 максимального хп 16 хп Нам нужно 2 молота в бой с боссом повести Куда оружие продаем Оно мне нужно Следующий энт Делаем то же самое Взламываем его молотом Бум Получаем броник Броник на него сразу используем Оууу бейби Эээ билд Так 16 хп Теперь нам нужно купить 2 молота У нас как раз есть 6 золота Мы поднесем с собой хилку Броник 2 молота Фулл комплект готов У меня еще один энт Но у нас кончились сломики Так Теперь мы что делаем Все правильно Правильно понимаешь что делать молот Наносит урон равный текущему здоровью Если полное здоровье оглушает врага Заходим Оглушение Он не должен атаковать теперь Он же оглушен да Он же оглушен да Да Кстати можно использовать до боя А теперь он не оглушен после того как я вышел из боя что ли Я что с мисплейл что ли Я что с мисплейл что ли Ом я с мисплейл сейчас А я с мисплейл Ну Хил Оглушение Оглушение не сработало А уже 15 хп Ладно шлем Оглушение не срали Б deux по четыре ми Arya Оглущение не прос她 Закалывалась С Fucking Грюм Карл Я продаю все, мы выиграли. Ооо, там еще один шлем есть, это безумие. Я просто хочу себе весь шмот купить, чтобы у нас бонус. Бонус был к урону. Эмм... Глук? Глук нельзя на невидимок использовать. Нееет. Эй, у нас 16 хп, камон. Просто убивай. Ооо, еще одна кольчуга есть. Ооо, все. Слушай, похоже на Дайси Данженс. Ну так вот, по... Не по артстайлу, по... По фишкам. Эмм... То, что, как бы, короткие миссии... Тебе дается наборчик... Эмм... Набор... Набор... Скиллов, которые ты с собой берешь. Похоже на Дайси, действительно. Брат, ломика нет, куда у чувака мачивать. Ну, его можем заблочить, правильно? Ооо... Ха... Парри. Ооо... 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 Минфайл. Ооо... они наносит по два урона а еще яд наносит уже есть несколько этих чуваков подряд бить конечно они нас убьют если не похилим что броня от них не защищает все еще умру на броня от них не защищает у меня половина шмода бесполезная в итоге оказалось о нет два хп можно я лук поменяю на 4 хп хватит чтобы убить 1 хп 1 хп 1 хп 1 хп дамы и господа не больше не меньше ровно столько сколько победы идеально просто идеально я думаю что именно на этом моменте нужно закончить потому что лучше не станет лучше никогда не станет когда на самом конце стрима заканчиваешь с одним хп юзер 27 привет привет добро пожаловать на стрим ты как обычно вовремя уже 9 часов я даже не заметил что уже 29 часов 29 29 часов понят чат параллельная вселенная слушай игрушка огонь вообще огонь а просто просто очень хорошая я не вижу в ней никаких вообще проблем а работает как часы она выглядит шикарно очень оригинальный ну рисовка оригинальная вручную от отрисованная просто ну мне нечего больше сказать тут только этот это офигенный карточный рогалик очень хорошая просто дизайн персонаж дизайн карт ну вы сами видели оригинальный подход глазу мега сколько разных карт сколько разных карт есть все между собой взаимодействует что-то тут какие-то реликов но мы много очень увидели мы зовут эти два часа что мы играли прямо прямо очень 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 много всего интересного увидели мне очень понравился действительно юзер 27 прости что стрим заканчивается к твоему приходу как раз но я понимаю что сейчас по времени так вечерних стримов нет сейчас но все записи будут на ютубе конечно же все записи будут на ютубе всегда в любой момент каждый день их можно будет посмотреть поэтому на ютубе на твиче всегда есть записи но отвечая не удаляются что-то там через пару месяцев поэтому все заливается на youtube абсолютно все и включая новые игрушки короче все я заливаю туда по-моему я ничего не скипаю бывает скипается какой-нибудь очень короткий забег спайра или монстр трейна вырезается 20 минутный со смерти на первом этаже но так абсолютно все пропустил игру которая эпилепсия а да игра которая эпилепсия нет ее не было на ютубе ну я не буду заливать 15-минутный ролик где мы заходим в игру и выходим из нее потому что что-то случился припадок эпилепсии это плохая идея сегодня gunfire born hydra не вышел к сожалению gunfire born выйдет завтра стример плохой вместо стример нарушает его надо штрафовать так мы будем заканчивать с вами стрим на такой хороший с такой хорошей шикарной игрушкой meteor fall chrome it's tail она по-моему я посмотрю на нее в магазине стима магазине стима это чудище стоит 360 рублей я так понимаю у нее ранний доступ но вроде бы она а вроде бы в релиз выходит на днях и в ней есть русский язык стиме написано что русского нет он есть то что русского нет стиме написано это ложь мы с вами только что играли на русском на работа на уровне слои спайр монстра по цене но я не знаю сколько тут контента и не знаю но пока что первые впечатления шикарные ты уже два видоса по gunfire должен запиши на мой счет так ну что чат